Добрый день, спасибо большое, Петр Владимирович, уже заговорилось. Да, действительно, тема всей сессии такая была интересная, что мы уже все думали и, по-моему, пошли все от обратного, рассказываем то, чего быть не может или то, где уже получили отрицательный результат. Я вот в числе как раз таких же докладчиков, учитывая, что я являюсь сторонником все-таки радикального лечения и в то же время профилактических хирургических вмешательств, но сегодня органосохраняющая операция является лидирующей, наверное, адекватной, потому что мы сохраняем молочную железу и качество жизни при этом значимо выше. Надо сказать, что на сегодняшний день каждая пятая пациентка нам рассказывает о том, что у нее есть семейно-онкологический анамнез безотносительно нахождения герминальных мутаций у этих пациентов. Конечно, мы обращаем на это внимание и, скорее всего, подразумеваем, что есть какой-то генетический дефект, который на сегодняшний день пока не понятен нам. Учитывая наличие распространенности полногеномного секвенирования, мы можем себе позволить четко видеть, у кого есть мутация, у кого нет. Давайте скажем себе честно, что полногеномное секвенирование практически проводится только по двум мутациям, это БРК-1 и БРК-2. Учитывая, какая у нас очень многонациональная страна, и не только у нас, какое количество мутаций может быть не пропущено, и сколько дефектов или параллельморфизмов активных, отвечающих за реализацию рака молочной железы, мы можем не выявить. Итак, надо сказать, что славянская популяция, допустим, испанская популяция, американская, арабская и различные другие популяции, которые мы будем анализировать и сравнивать, отвечают совершенно разными фаундер-мутациями, и это идет, соответственно, от корней наших. И если говорить о славянской популяции, то понятно, что 53,82 со вставкой цитозина представлена в 70% случаев наследственного рака молочной железы, а также ЧК-2 мутации, которая встречалась в 12% случаев, это работа под руководством Владимира Федоровича Семиглазова, я имела честь работать под его руководством, это была диссертационная работа, и мы выявили, кроме этого, еще с Евгением Именитовым мутацию Блюма, очень интересную славянская популяция, о которой речи в других популяциях не имеет места быть. Посмотрим на арабскую мутацию, вот она с желтым цветом, совершенно другие мутации, может быть, превалируют, и американскую, да, и мы можем сказать о том, что если идеология совершенно разная, то, возможно, точка приложения не только системной лекарственной терапии, но и хирургического лечения может быть сдвинута в сторону органосохраняющего лечения. Почему мы так много уделяем этому моменту времени? Потому что это пациенты, у которых реализация дефекта происходит в раннем возрасте. Если мы говорим о пике в славянской популяции, это 39 и 43 года, 42 года по данным Любченко и Портнова, то касательно допустим популяции арабской, там может быть ранняя реализация, около 30 лет этих мутаций. И, конечно же, мы хотим сохранить молочную железу, сегодня это основной тред. Но онкологи, генетики, которые должны определить нам относительные риски реализации этой генетической мутации, позволяют нам все-таки просчитать, ну не всегда, конечно, но тем не менее, просчитать, насколько же вероятно возникновение рака у того или иного пробанда. На самом деле, относительные риски могут быть уменьшены путем использования антиэстрогенов, профилактических операций. Но надо сказать, что если профилактическую операцию подкожную мастектомию носителя кто-то может выполнять, кто-то выполняет контрлатеральную операцию уже при выявленном раке, то и это доказано и уменьшает риск заболеваемости и смертности, соответственно, до 95-98%, то у здоровых носителей это достаточно сложно. И можем мы эти операции называть так или иначе, но это на самом деле игра слов. Субтотальные мастектомии в рамках частных клиник, давайте говорить честно, так это и производится. Но некоторые пациенты не готовы, не готовы к таким операциям. Одна из таких пациенток, понятно, что она не готова к профилактической операции здоровой молочной железы, если она пришла изначально, вернее, вкатилась экстренно с такой молочной железой. Категория Т4, пациентка получала препараты плазина, был достигнут, несмотря ни на что, полный патоморфологический регресс. Мы ее пролечили. Конечно же, от профилактической контрлатеральной операции она отказалась. И мы с ней вот в такой позе встретились снова через три года. Нужно было делать эту операцию? Ну, конечно, нужно было. Но все зависит еще и от сознательности пациента. Есть, возможно, девайс для таких больных. Это профилактическая дистанционная лучевая терапия на здоровую молочную железу у пациентов, у которых уже есть рак молочной железы. Да, это исследование, которое было набрано в количестве 162 пациентов. Было исследовано две группы. У одних пациентов проводили контрлатеральную дистанционную лучевую терапию на здоровую молочную железу. Другие отказались от какой-либо профилактической операции или какого-то профилактического лечения. У этих пациентов было увеличение частоты контрлатерального рака в пять раз. Надо сказать, что это не просто увеличение частоты заболеваемости, но и посмотрите, как быстро возник этот рак. Средний период наблюдения 32 месяца, менее трех лет. И посмотрите, какой большой промежуток имеет место быть, когда проведено какое-то профилактическое вмешательство. В данном случае дистанционная лучевая терапия. Ни в коем случае не агитирую за облучение здоровой молочной железы у этих пациентов. Это как научное исследование, которое имеет место быть. И оно было проведено и в РОН. И сейчас еще много таких исследований. Что же касается темы доклада, он, конечно, ответ висит в воздухе и всем нам понятен. Но, тем не менее, хочется отразить некоторые настроения. Риск ипсилатерального рака молочной железы. Он все-таки высок. Он превышает как минимум в 3-4 раза в группе наследственного рака по отношению к спорадическому. Но безотносительно изменений в показателях безрецидивной выжимаемости, показателей общей выживаемости вне зависимости от мутации. Если мы говорим об исследовании МАИ, Калако и других исследованиях, то при сравнении спорадического и наследственного рака молочной железы, то превышение частоты ипсилатерального рака, а многие авторы считают, что это не рецидив первой опухоли, а это новая опухоль, которая развелась в молочной железе, то тогда, опять же, задавая себе вопрос, а можно ли выполнять органосохраняющую операцию, то, скорее всего, конечно же, нет, потому что даже если мы оперируем с вами прекрасно, то все равно этот рак там вырастет, потому что это второй, третий, четвертый, пятый, десятый рак, и вырастает не через 5 лет, а в среднем через 3,3-4,4 года. Хочется отметить вот такую вот работу, она не то, что спасительная палочка, такая выручалочка, но ее нужно обозначить, потому что хоть что-то я должна сказать вам о том, а делает ли кто-нибудь органосохраняющая операция при таких мутациях. Да, вот автор Е привел данные, при которых показал, что лакорегиональные рецидивы возникают практически без статистически значимого увеличения в группе наследственного рака молочной железы. Авторы выявили около 8,7% на протяжении недлительного времени, там, 4 лет, но они выявили крайне высокую, более чем в 10 раз увеличение частоты контрлатерального рака молочной железы. То есть искали одно, получили другое. Авторы проверили, существуют ли изменения в бессобытийной, общей, безрецидивной выживаемости. Нет, ничего не отличалось, только появился следующий рак. Итак, если мы говорим все-таки, кому же помогла органосохраняющая операция, кого она спасла, все-таки отмечу исключительно только исследователи из Китая. Именно в китайской популяции органосохраняющие операции показали отсутствие превышения статистически значимых величин в ипсилатеральном раке молочной железы. Если мы обратимся ко всем вот этим слайдам, при сравнении спорадического БРК-2 ассоциированного рака молочной железы, только у пациентов в китайской популяции была отмечена возможность использования органосохраняющей операции при впервые выливленном раннем раке молочной железы. Но есть еще некоторые работы, которые все-таки позволяют нам думать, а что же мы можем уменьшить с точки зрения вот такой вот деэскалации, которая сегодня популярна для наших пациентов, когда мы все хотим сохранить молочную железу. Исследование Якобса было выполнено, где было показано, что даже подкожная мастектомия, подкожная, подчеркну, с сохранением сосково-ареолярного комплекса, не дает увеличения латеральных рецидивов именно в зоне сосково-ареолярного комплекса. Если при моделировании в этом случае, около 350 случаев было исследование, при моделировании генетиками относительного риска рецидива, как 22 рецидива за соском, у данного автора с хирургами не было выявлено ни одного рецидива в зоне сосково-ареолярного комплекса. Ни в коем случае не агитирую, не удаляю от соски, ореолы это каждого пристрастия свои, наверное, но все-таки это органокомплекс, который достаточно значим и отвечает не только за психоэмоциональную составляющую, несмотря на то, что мы все можем его реконструировать из кожных лоскута в виде ласточки и прочее, но тем не менее при оценке опросников пациенты отмечают все-таки значимую эстетическую составляющую своего сосково-ареолярного комплекса. Авторы основывали полученные результаты исключительно на анатомии гистологии, при которой было показано, что плоские клетки, плоского эпителия, переходящие в столбовые клеточки, и далее в млечные синусы, уже млечные протоки, вот на пути перехода в млечные синусы, не являются частью молочной железы. И в таком случае вот эта входная часть сосково-ареолярного комплекса, она не является частью молочной железы, и мы можем ее сохранять. На этом был основан вывод, почему нет такого количества рецидивов в подсосковой зоне у автора Якобсона и очень многих, которые сейчас исповедуют данную идеологию. Если мы обратимся к работе Миллера, где выполнялась подкожная просто анатомия профилактическая, и количество было в 10 раз больше этой популяции, то здесь также частота эпилатеральных раков была крайне низка, а то, что касательно сосково-ареолярного комплекса, вообще составляло далеко от единицы в процентах, 0,04%. То есть какие-то пути до эскалации хирургии у пациентов с носительством мутации имеют место быть, но, конечно же, это не органосохраняющая операция. Мы проанализировали то, что получено у нас. Конечно, это пациенты в ретроспективном анализе. Мы больным с мутацией БРК-1,2 не проводим органосохраняющие операции. И выявили, что частота рецидива составила 9,1 в эпилатеральном. Ни одного не было рецидива при сохранении сосково-ареолярного комплекса. Мы его сохраняем у пациентов с мутациями. И средний интервал до появления составил 4,4. На самом деле, на сегодняшний день, если обратиться к АСКО, АСТРО, Обществу клинической онкологии американским, они считают, что все-таки имеет место быть исполнение сохранения молочной железы у пациентов с высокопенетрантными генами, именно такими как БРК-1,2, ЧЕК-2 считается среднепенетрантным, и ITM. Почему? Ну, возможно, потому что мы имеем более поздний возраст манифестации заболевания, что является крайне важным, а не ранний возраст. И если мы имеем унифокальную опухоль, и впервые выявлены рак молочной железы. Что касается категории ТП-53, ПАЛЬП и СДХ-1, это категорическая мастектомия, учитывая, что пациенты проходят далее лучевую терапию, а индуцированный лучевой канцерогенез при дефекте гомологичной рекомбинации, за которую отвечают именно гены СДХ и ТП-53, и увеличение частоты вторичных раков и контрлатерального рака, именно говорит о том, что этим пациентам категорически не показана лучевая терапия, и, соответственно, сохранить молочную железу мы также не можем. Итак, я хочу отметить, что, конечно, при попытке сохранить ткань молочной железы на сегодняшний день, мы сторонники сохранения сосково-ареолярного комплекса, то есть подкожной мастектомии. Органосохраняющие операции, возможно, выполним, если имеется мутация ЧЕК-2, либо среднепенетрантные, либо полиморфизмы, которые не имеют клинического значения, но органосохраняющая популяция как девайс используется у пациентов китайской популяции, и на сегодняшний день, конечно, наверное, нужны какие-то исследования, которые нам позволят все-таки, может быть, какой-то ранний скрининг этих рецидивов для того, чтобы проводить или не проводить контрлатеральные операции. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, да, у нас есть вопрос, пожалуйста, в центре зала вопрос, есть временные вопросы, спасибо большое всем докладчикам, что оставляют такую возможность, да. Елена Михайловна, спасибо большое за прекрасный доклад. У меня один вопрос есть. А считаете ли Вы, что возраст манифестации рака молочной железы у носителей мутации имеет значение в определении тактики мастектомии или органосохранное вмешательство? Спасибо. Спасибо большое. Ну, конечно, нет. Единственное, что у пациентов с БРК мутацией мы, конечно же, выполним мастектомию подкожную, не органосохраняющую, но если у него ранний возраст манифестации, то мы ожидаем второй рак во второй молочной железе очень-очень быстро. И, конечно, речь о контрлатеральной профилактической операции встанет очень быстро, вот как я показала на слайде. Если же эта пациентка появилась у нас, допустим, в постменопаузе, что тоже не очень типично для БРК, ассоциированная рака, то тогда, наверное, пациентке этой мы не будем предлагать профилактическую мастектомию, если ей 60 лет, и будем заниматься тем раком, который уже реализован с этой мутацией. Только в таком случае. Спасибо. Еще вопрос, да, тоже в центре зала. Коллеги, если кто-то еще хочет задать, покажите, чтобы... Пожалуйста, но я же правильно понимаю, что все-таки у нас в России не запрещено при БРК-мутации делать резекцию молочной железы? Не запрещено. Не запрещено, да. Да, то есть при желании пациентки и при оговоренности, то это все возможно. Да. Спасибо. Владимир Анатольевич, пожалуйста. Елена Михайловна, Вы рассказали очень интересные данные по поводу лучевой терапии, как профилактики, и не сказали по поводу приема тамоксифена. Было. Я тогда просто... Да. В какой процент снижения риска заболевания дает прием тамоксифена профилактический? Около 20%. Антиэстрогенов, использование антиэстрогенов около 20%. Спасибо. Еще вопросы, коллеги. У меня вопрос, Елена Михайловна. У нас есть время, и я не знаю ответ на первый вопрос, который задам, а просто интересно ваше мнение. Учитывая, что действительно мы НЖС получаем иногда уже после хирургического этапа, и иногда мы получаем после всех этапов через год, такое тоже встречается, что делать пациентке, которой было выполнено органосохраняющее лечение, проведена лучевая терапия, и у нее выявлена мутация, а вот что делать с той железой, которую мы уже радикально пролечили? Вот вопрос, который часто задают пациенты. Спасибо большое за вопрос. Но, опять же, если это молодая пациентка, возвращаясь к вопросу Игоря Александровича, если это молодая пациентка, то наверняка я буду ожидать у нее очень быстрого ипсилатерального рака или второго, третьего, четвертого рака в обеих железах, то, наверное, возможно, я буду ее просто мониторировать чаще. Просто наблюдение, МРТ, маммография и прочие все эти вещи. Не надо забывать о скрытых, интервальных еще раках и тем более. Если же мы говорим о том, что возьму ли я ее на операцию, вопрос в этом, наверное, у меня такие приходят пациенты, к сожалению, приходят. Не могу, я не беру, мы не берем. Мы не берем на эту операцию, потому что мы можем их наблюдать, обследовать и очень тщательно за ними следить. Спасибо. Игорь Александрович, есть, да. Садитесь ближе к микрофону. Спасибо, извините, я просто хотел бы, если можно, сделать один маленький комментарий. В 2017 году был Мировой съезд хирургов, и там была сессия Breast Sogery International, где были хирурги, которые оперируют рак молочной железы из всех стран мира. И как раз тема конференции такая глобальная была, это БРК ассоциированный, не БРК, а просто наследственные раки. И, в принципе, по результату все пришло к тому, что до 40 лет, если манифестирует рак молочной железы, то рекомендуется мастектомия. После 50, если возникает рак, то органсохранная операция абсолютно оправдана у пациентов с наследственным раком с любым. А вот с 40 до 50 скользкий возраст, когда обсуждается с пациенткой, именно как она более настроена. Ну, в общем, по итогу вот несколько дней это обсуждалось в разных ипостасях и с акцентом возможной профилактики, и химиотерапии, и лучевой терапии. Вот в 2017 году, короче, сессия Breast Sogery International приняла такое решение. Это, опять же, голосование, это мнение, и голосование в том числе. Да, и голосование, и мнение, и это имеет место быть. Наконец-то, дождались. У меня тоже будет комментарий по поводу профилактической контролатеральной мастектомии. Вот последний, как Рынский, обзор показал, что, да, профилактическая мастектомия снижает риск контролатерального рака молочной железы, но абсолютно никак не влияет на показатели общей выживаемости. И поэтому, когда обсуждается этот вопрос, нужно брать во внимание возраст пациента, первой и второй стадии. Дело в том, что если случился рак молочной железы, а тем более какой-то распространенной стадии, а еще хуже, если случился сначала рак яичников, что тоже в этой ситуации может иметь место быть, то уже вот первый состоявшийся рак, он и определяет прогноз заболевания. И случится там рак с другой стороны, не случится рак с другой стороны, это уже на прогноз никоим образом не влияет. Поэтому основная группа отбора – это молодые женщины, моложе 40 лет и начальная стадия заболевания. Спасибо за комментарий. Еще один вопрос, если кто-то очень короткий хочет. Спасибо большое, Елена Михайловна, блестяще. Спасибо. 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 Спасибо.